Приветствуем, братья и сестры! Все мы живы и здоровы, пришли в Дом молитвы, чтобы поклониться Ему. Вот хор нам пропел такие слова о Боге, что не воздремлет хранящий Тебя, наш Бог, Он никогда не спит. Иногда Давид своих выражений говорит, проснись, Господи, как будто Господь спит. Господь никогда не спит, Он охраняет, Он заботится о нас. И когда-то мы, когда жили в Союзе, в нашей церкви, может быть, в Чемкенте тоже пелась эта песня. От сна восставших пред Тобой, Творец мой предстаю, Благоговейную душой Тебя, Господь, молю. Я мирно ночью почивал, Прикрыт храним от зла, Пока день новый не настал, Пока заря взошла. Храни меня от зла и днем, Чтоб мирно мне пройти, Твоим спасительным путем, И кротко крест нести. Такая простая песня, говорится о Божьем благословении, когда мы спим, когда мы просыпаемся, о охране Божией. Знаете, на этой неделе готовился к проповеди, Ну, на прошлой неделе уже написал конспект, почти уже был готовый, Ну, думаю, вдохновенный, думаю, буду говорить об этом. Проходит, наступила пятница, куда-то все вдохновение исчезло. Начал другую тему, которая тоже уже у меня была почти готова. И это ушло. Знаете, вот бывают такие моменты, думаешь, начинаешь уже перезавать, Господи, помоги. И вдруг вот пришли такие слова на память. Я буду читать Иеремия, 31 глава, 26 стих. Вот эти два места. И Экклезиаста, 5 глава, 11 стих. 31 глава, Иеремия, 26 стих. «При этом я проснулся и посмотрел, и сон мой был приятен». Экклезиаста, 5 глава, 11 стих. «Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть». Знаете, я назвал свои размышления «Сон – это благословение». Знаете, казалось, ну что это такое? Но от сна зависит очень многое. Бывают страшные сны, когда человек просыпается в поту, и слава Богу, говорит, что это был только сон, в тревоге. А бывает иногда вот просыпается, поднимаешь свою внучку, открыла глаза, и улыбка такая на устах ее. И приятно, что сон был приятен, она отдохнувшая. А вчера посетил папу, с ним разговаривал, говорит, да мне, говорит, сон приснился, говорит, я уже, говорит, готовлюсь к смерти. Говорит, я знаю, что скоро уже уйду. Бывают и такие сны, много различных снов. Сон в жизни – это благословение. Иногда я помню, когда мы были молодые, и так хотелось выспаться. Дети не спят. Один, второй, знаете, то колики какие-то в животе, начинают плакать, и вот ночью сидишь с ребенком. Знаешь, уже даже бывает такое, что ты молишься, Господи, удали вот эту боль, чтобы ребенок мог заснуть, плачет ребенок. А потом начинают зубы, опять нет сна. Ни у ребенка, ни у родителей. И знаете, если большие семьи, еще маленькие в таком состоянии, а большие уже выросли, уже у них другие проблемы. И знаете, бывает, когда они начинают уходить от Бога, опять у родителей нет сна. Надеемся, что когда-то мы выспимся, а сна нет. А потом, когда уже выросли, начинают болезни, приходят к нам в жизнь. И знаете, как было когда-то у Иова, когда он говорил такие слова, 7 глава, 4 стихом. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану. А вечер длится, я ворочаюсь до сыта, до самого рассвета. Болезнь у него была, и нет сна. Думаешь, ожидал он этого вечера, чтобы уснуть, а этого нет. Тело болит, приходят болезни, и человек лишается сна. Вы когда-нибудь благодарили Бога, что вы хорошо в пите, что Господь посылает вам сон? Знаете, я однажды узнал, что сон – это действительно благословение. Когда-то мы с молодежью убирали старый трейлер здесь на участке, и было очень жарко, как может быть, вот эти дни. А мы грузили металлолом на мой трак, и мне нужно было увезти мусор этот. И вот молодежь привезли, и дали мне бутылочку, какого-то, знаете, energy drink какой-то, а я выпил. А потом, когда наступил вечер, 11, 12, час, два, три, я не могу уснуть. Думаю, Господи, мне же завтра на работу. И я понял, сон – какое-то благословение. Когда ты ложишься и спишь, тебя ничто не беспокоит. А когда человек потерял работу, знаете, некоторые не имеют работы, люди переживают. Чем платить билы? Нет сна, знаете. Благодарите Бога, что вы имеете работу, что вы имеете сон. Проблемы в семье иногда доходят до развода, с родителями, с детьми, знаете, и люди тоже лишаются сна. Знаете, иногда люди могущественные, а справятся миром, как с 127 областями, а нет сна. Бывают такие трудные моменты, когда ты сам своей рукой подписал указ, чтобы никто не молился Богу, а твой друг молится. И ты имеешь власть, но ты не можешь приказать, чтобы тебе дали сон. Бывают такие моменты в нашей жизни, вот такие обстоятельства. Ты лишаешься сна. Сон бежит от тебя. Знаете, сегодня по нашей статистике у нас 164 миллиона не могут спать. Представляете, 164 миллиона не могут спать. Их что-то беспокоит. Какие-то болезни и прочее, знаете, это же огромнейшая цифра. Это моя тема, братья и сестры. Сон – это благословение. Поэтому мы должны благодарить то, что мы имеем сон. Кто может спокойно спать? И еще хочу отметить то, что сегодня 41, это старая статистика, биллион в Америке тратится средств на то, чтобы человек мог поспать. Всякие таблетки, всякие успокаивающие средства, чтобы человек мог найти сон. Знаете, когда смотришь, когда приходишь на обед, во время обеда, телевизор всегда показывает, люди сидят, смотрят телевизор, всякие рекламы, чтобы твой сон хороший был. Один усатый дядька предлагает такие подушки, которые, ну, сто с лишним долларом, две подушки, которые, кажется, дадут тебе сон. И такие люди счастливые. Матрасы по 8 тысяч. И знаете, мой родственник разрабатывал эти матрасы. И тебе, чтобы самому купить, за то, что ты участвовал в этом деле, не нужно несколько тысяч, чтобы имел ты такой матрас, на котором ты будешь спать. Смотрите, 41 биллионов тратится, чтобы сон был у человека. Знаете, мы прочитали с вами вот этот стих, Экклезиаста 5 глава 11, что, когда человек работает, он имеет хороший сон. А тот, тот человек на ночь ест, он в сон не приходит к нему. Вот это пресыщение не дает ему сна. Сон – это благословение. Но нужно тоже исполнять то, чтобы наш организм, ночью он имел отдых, он нуждается в этом. Помните, Бытие 31 глава, 40 стихом там Иаков, он говорит, «Я томился днем от жара, и ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Он был пастухом. Трудная жизнь. У него сон убегал, убегал, потому что трудности были в его работе. Знаете, кто работает ночью, это говорится о том, что недавно прочитал в наших дни японские ученые подсчитали, что на много процентов люди умирают, те, которые работают ночью. Все-таки сон, он необходим для нашего тела, поэтому мы должны благодарить за этот сон. Написано 126-м псалмом, вторым стихом, последнее, 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 возлюбленному своему он дает сон. Все нуждаются во сне, и животные во сне нуждаются. Я как-то сидел и смотрел, мы имеем небольшую собачку, вот она спит, эта собачка, так безмятежная, и вдруг она что-то раз, так жалобно заскулила, а сама спит. Потом начнет тявкать во сне, спит, спит, потом ногами раз-раз-раз-раз, шевелит ногами, как будто бежит она. Смотрите, им тоже какие-то сны снятся, свои сны. Знаете, написано, у того человека, который живет по заповедям Божьим, я не буду, я просто один стих хочу прочитать, но там много стихов написано, когда ляжешь спать, не будешь бояться, а когда уснешь, сон твой приятен будет, никто тебя не потревожит, любящему Господа, он посылает вот этот сон. Слава Богу, благодарите, что вы можете спать. Братья и сестры, а иногда, знаете, бывает такое, я как-то был, получилось так, что спал в одной копне с одним человеком, и я не мог спать, он так храпел, знаете, и как-то этот храп уподобляется как отбойному молотку, представляете, и как-то, ну, люди как-то привыкли, как-то могут уживляться с таким шумом. Благодарите Бога, что если вы спите рядом с мужем, с женой, что у вас нету такого. Сон – это благословение. Ложусь я и сплю, написано в притче 3 глава, Псалом 3, 3 глава, 6 стихом. Смотрите, «Ложусь я и сплю, и встаю, и Господь защищает меня. Ложусь, сплю, и третье – встаю». Братья и сестры, я хочу обратить вот на это место – встаю. Благодарили вы когда-нибудь Бога, что после сна вы встали? Я хочу сказать одну статистику, что каждый восьмой человек, который ложится спать, он уже не встает. Он уходит во сне в вечность, уходит Богу. И как важно быть готовным к этому моменту. И поэтому Давид говорит, «Ложусь я и сплю, и встаю». Сон – это благословение. Многие не встают, их уже нет в живых. И поэтому мы должны благодарны за сон, что Бог посылает нам этот сон. Благодарили вы за сон? Сегодня есть эта возможность, чтобы поблагодарить Бога. Господь защищает, Господь благословляет. И знаете, в других странах нет сна, потому что идут взрывы, войны, дети умирают, дома сгорают, а мы спокойно ложимся, спим и встаем. Благодарите за это Бога. Господь защищает. Но иногда вот такие моменты, когда мы читаем, иногда Бог защищает детей своих. И Бог сказал такие слова. Первое царство, записаны такие слова, как Бог защищает и благословляет детей своих. Это было в жизни Давида, 26 глава, 12 стихом, что произошло. И взял Давид копье и сосуд с водой из голови Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. Было три тысячи человек, сильных мужей, которые были с Саулом. Знаете, Бог убрал охрану от Саула, и три тысячи людей не помогли. Давид спокойно пришел с овесой, зашел в шатер врага своего, взял копье, Саул взял сосуд с водой и вышел. Это, знаете, тогда, когда человек не имеет благословения, знаете, и Бог забирает охрану и защиту у этого человека. Не помогают ни тысячи, ни самые сильные войны. И написано, если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно. А другой случай, смотрите, братья и сестры, чтобы сохранить своих избранных сосудов, Господь посылает такой момент из Фирь, 6 главе, первым стихом, когда уже коварный человек Аман замыслил убить Мардахея, и написано, что произошло в ту ночь. В ту ночь Господь отнял сон у царя, и он повелел принести памятную книгу. Ночью. Сам не спишь, да и слуг еще будет. Люди принесли к нему, он говорит, принесите книгу дневных записей и читали их пред царем и найдено записанным там, как донес Мардахей на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксерца. Знаете, Бог, чтобы защитить своего слугу, он решил сна у царя, повелителя всего, и вот он начал беспокоить слуг, раскрыл книгу всех записей памятных и начали читать пред ним. И вдруг там записано, что Мардахей спас его жизнь. Смотрите, а теперь время пришло, чтобы царь спас жизнь Мардахея и говорит, что с нему сделано? Да ничего не сделано. И знаете, вот тогда Бог возвышает свою слугу и этого злого человека, он теперь ведет коня как пастух и объявляет так, делается такая честь этому человеку. Вот такое благословение Бог делает, братья, чтобы защитить своих детей. Сон это особое благословение, и поэтому если нет сна, нужно размышлять, нужно молиться Господу, может быть, Господь что-то хочет сказать. Помните, в числе в 12 главе 6 стихом написано, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Иногда Бог говорит вот с пророками, говорил так, во сне. Знаете, вот в последнее время сейчас особенно часто Господь говорит мусульманским людям во сне, и это для них свято, и это для них какая-то особая честь, что они узнают, что есть действительно Господь Иисус, Христос, которого они отвергают, и очень многие мусульманы именно через сновидение приходят к Богу. Знаете, еще одно место, я уже скоро буду заканчивать, прочитаю Иова 33 глава 14 стихом, Бог говорит однажды, если того не замечает, в другой раз во сне, в ночном видении, смотрите, Бог говорит, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, как с Самуилом, там тоже начинались смыкаться глаза у пророка этого, тогда он открывает у человека ухо, запечатлевает слово наставления, чтобы отвезть человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвезти душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях, знаете, Бог тоже говорит во сне, в ночных видениях, Бог говорит, а я бы хотел еще спросить, может быть, дети, может быть, вы знаете, кому Бог во сне когда-то говорил, но как вспомните, кому во сне Бог когда-то говорил, кто знает, помните, Якову приснилась лестница во сне, сам Бог, кто еще помнит такие слова, когда во сне Бог открывался людям, Якову, Лавану, а разве Иосиф, а не помните эту историю, Иосифу, слугам фараона, которые были в тюрьме, самому фараону, Соломону, и много, на ухода на ссору, Иосифу, отцу Иисуса Христа, смотрите, Бог говорит во сне, знаете, Псалом 16-15 стихом написано, а я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим, знаете, иногда Бог говорит с нами во сне, знаете, Бог какие-то обстоятельства делает, мы насыщаемся с нами во сне, образом Божиим, Бог говорит, а иногда множество таких сновидений, как Элизиаста, 5 глава, 6 стих, Хом, ибо во множестве сновидений, как во множестве слов, много суеты, но ты бойся, множество всяких сновидений, когда человек живет плотским, у него различные сны, то он вор, то он убийца, то он еще кем-то, знаете, насыщаться образом, когда человек перед тем, как ложится спать, он читает слово, когда он о чем-то размышляет о Боге, когда и сновидения мирные, спокойные приходят, а когда много суеты, то, знаете, много переживаний, много всяких слов. Псалом 138 стихом написано, «Как возвышены для меня помышления твои Божьи, и как велико число их, стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка». И в 18 стихе дальше он говорит, «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Когда человек в тесном общении с Богом, знаете, размышлял перед сном, то и сон ему приятен, и он пробуждает, он все еще размышляет о Боге, возлюбленному своему, он дает, братья и сестры, сон. Это особое благословение. Я вспоминаю книгу одну, где одного брата обвиняли, обвиняли его, что что-то было украно, он был сторожем, это были такие репрессии годы, его хотели обвинить в этом, что как будто он украл там что-то, я сейчас не помню, и знаете, когда пришел прокурор, там милиционер, там еще местные власти, к нему домой, зашли в дом, уже много было объявлений, и вот они всяко с ним работают, пришли в дом к нему, а он спит как ребенок, и они стоят и удивляются, как можно спать, когда такое обвинение, когда тебя в любой момент часто, они пришли, чтобы какие-то предоставить ему обвинения, а он спит, и они рассуждают, смотрите, он спит детским сном, совесть его спокойна, а один говорит, а я бы так не смог, возлюбленному своему он дает, братья и сестры, сон, и в заключение я хотел прочитать несколько стихов из Псалма 62-го, я прочитаю несколько стихов, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят тебя, так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои, как туком и илеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю тебе на постели моей, размышляю тебе в ночные стражи, ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих возрадуюсь, к тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня, братья, сестры, вот возлюбленному своему Господь посылает и сон, посылает свои благословения, посылает то, чтобы прославлять его, потому что мы насыщаемся, когда живем в общении с Богом, и сон то наш приятен, поэтому хотелось, чтобы братья и сестры мы могли поблагодарить вот за это простое такое, что мы имеем сон, многие этого не имеют, поэтому мы должны благодарны, пусть имя Господа воззвеличится в нашей жизни за все благословения, которые он посылает, за то, что он учит, вразумляет нас в сновидениях, ему да будет честь и слава, аминь, помолимся. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok